Всем привет! Сегодня я расскажу вам о снаряжении, которое нужно иметь с собой, если вы занимаетесь плавом на каяке по бурным рекам. Основная идея заключается в том, что каякер это самостоятельная боевая единица, поэтому набор снаряжения подбирается таким образом, чтобы в любой ситуации, штатной или нештатной, каякер был полностью независим и мог решить эту ситуацию самостоятельно. Снаряжение бывает, которое необходимо каждому человеку, бывает то, которое должно быть у нескольких человек в группе. Мы сделаем на этом акцент. Начнем с того, что нужно возить с собой на спасательном жилете. Вот это свисток. Свисток очень здорово облегчает коммуникацию на реке, потому что в отличие от криков, шум воды его не заглушает. Если у вас есть свисток, вам легко досвистеться до ваших товарищей на противоположном берегу, внизу порога и так далее. Очень удобно. Дальше. Часы. Потому что тайминг это важно. Во сколько закат, сколько времени вы уже сплавляетесь, во сколько вас ждет машина и так далее. Если это что-то высокотехнологичное, типа аутдор компьютера Саунта, то это еще лучше, потому что, например, вы можете оценивать уклон реки, исходя из этого, прикидывать будет дальше проще или сложнее. Вот это мое любимое занятие смотреть, как выбирается уклон реки, когда я сплавляюсь. Нож-стропорез. Это очень важная часть снаряжения, которая отвечает за безопасность. Работаете с веревками, должен быть нож-стропорез. Стропорез нужно крепить таким образом, чтобы было легко достать одной рукой и чтобы он доставался куда-нибудь вниз или вбок, чтобы не отрезать себе ухо ненароком. Раз и готово к применению. Теперь поехали дальше. На спа-жилетах для сплава есть большие карманы для того, чтобы возить в них всякие разные полезные штуки. Первая это вот такая вот стропа. Это пятиметровая прочная чулковая стропа, связанная в петлю. У этой штуки по-настоящему есть миллион разных применений на сплаве. Это бесценная часть вашего снаряжения. Ее можно использовать как короткий спас-конец, можно ее использовать в системе подвижных блоков, можно использовать для сушки вещей, для вытягивания лодок, для чего угодно. Крайне полезно. 5 метров чулковой стропы, связанной в петлю и муфтованный карабин. Дальше. Средства связи. В данном случае это мобильный телефон, который убран в гермомешок. Если вы сплавляетесь там, где есть мобильная связь, обязательно у вас должен быть с собой мобильный телефон для того, чтобы в случае чего связаться с экстренными службами, с вашими друзьями и так далее. Кроме того, современные телефоны это еще и GPS, это еще и возможность загрузить туда описание реки, возможность фотографировать и все чего угодно. Крайне полезная штука. Если вы сплавляетесь там, где мобильной связи нет, никогда не было и скорее всего ближайшие 100 лет не будет, вам нужно что-нибудь, что связывается с цивилизацией через спутник. Например, спот. Или если у вас все в порядке с деньгами, это спутниковый телефон. Также крайне полезная вещь, которую я вожу с собой в спас-жилете, это мультиинструмент Лазерман. Еще не было такого каяктура, где бы он мне не потребовался, потому что нужно подкрутить всякие гаечки, нужно чего-нибудь отрезать, чего-нибудь нарастить. В общем, крайне полезная штука. Теперь переходим к снаряжению, которое ездит в лодке. Начнем мы, конечно же, со спасательного конца, он же морковка. Это плавающая веревка, убранная в специальный яркий плавающий мешок. Опять же, смуфтованным карабинчиком. Применяется в первую очередь для страховки с берега, а также у нее опять же миллион разных способов применения. Какая морковка вам нужна, зависит от того, где вы собираетесь ее использовать. Для обычных рек я использую вот эту. Если я сплавляюсь в глубоком каньоне со сложными порогами, где потенциально можно будет, появится необходимость выбираться из этого каньона, то я использую более большую, более тяжелую морковку с более толстой плотной веревкой, которая выдерживает примерно столько же, сколько основная альпинистская веревка. Ну а если вы сплавляетесь где-то, где все просто, по каким-нибудь маленьким речкам, вы экономите вес, то вот можно взять вот такую вот маленькую морковочку. Поехали дальше. В этом гермомешочке у меня аптечка. Я сторонник того, чтобы небольшая аптечка была у каждого каякера, а также одна группа была одна аптечка побольше. Вот эта аптечка побольше. Что возить в этой аптечке, какие медикаменты и средства первой помощи, это тема отдельного видео. Вот мы сейчас не будем туда углубляться. Я просто хочу показать, что обязательно должно там быть, помимо средств оказания первой помощи. В своей аптечке я вожу вот такое космическое одеяло, помогает справиться с гипотермией. И я вожу источник огня. Потому что даже если ваш сплав должен продлиться всего лишь полдня, никогда не знаешь, как это все обернется. Можно попасть на ночевку на берегу реки. Будет очень здорово, если у вас будет источник огня. Следующее. Вот это набор для полиспаста. Либо мы его называем пин-кит. Это в него входит вот упомянутая уже стропа чулок. Одна штука. Две петли прусика. Три блока ролика. И четыре муфтованных карабина. Раз, два, три. И четвертый, который у вас есть на морковке. Если так получилось, что ваша лодка или лодка ваших друзей застряла где-то посередине реки, и вы не можете ее сдернуть, используя грубую физическую силу, то можно поиграть в систему. При помощи этой штуки можно поиграть в систему подвижных блоков. И, в общем-то, легко или не очень легко вытащить ее и продолжить сплав. Это обязательный элемент снаряжения каякера. Если вы сплавляетесь по речкам, где есть камни, если речка выше, чем третий класс сложности, если на речке есть завалы и так далее, у вас должен быть в группе пин-кит. А лучше, чтобы их было несколько. Ну, просто потому, что по закону Мерфи, если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так, и вам нужно быть к этому готовым. Еще одна очень важная штука, которую я вожу в лодке, это запасное весло. Разборное на четыре части. Наверное, каждому в группе не нужно иметь запаску, но если у вас группа каякеров человек из шести, то парочку на группу иметь нужно. Ну, просто потому, что весла теряются, весла ломаются, и если вы сидите в безвылазном каньоне, будет очень неприятно, если у вас на группу окажется минус одно весло. Запаска вам здорово поможет. Также, что касается оборудования лодки, плавная лодка обязательно должна быть оборудована полным комплектом емкости непотопляемости. Две в корме. Вот они. И одна в носу за упорами. Для чего это нужно? Ну, на тот случай, если вы внезапно вылезете из лодки, она отправится покорять пороги без вас. Это, во-первых, поможет Safety ее зачалить. Safety будет гораздо проще это сделать. Во-вторых, ваша лодка меньше пострадает от ударов о камне. И последний лайфхак, такая очень полезная штука, которую нужно иметь с собой на сплаве, это армированный скотч. Он же Duck Tape, он же ИСУСЬЕ лента. Это такая штука, которая применяется для ремонта всего чего угодно, начиная от водок и весел, заканчивая людьми. Вот, поскольку возить с собой целую катушку очень неудобно, то можно на весло где-то ровно посередине, чтобы не нарушать его баланс. Можно намотать вот оборотов 10 Duck Tape, и он всегда у вас будет под рукой. Примерно такой комплект снаряжения должен быть у вас, если вы занимаетесь сплавом по бурной воде. Не важно, длится ваш сплав полчаса, час или это какая-то эпичная экспедиция на две недели in the middle of nowhere. Занимаетесь сплавом, у вас должен быть примерно такой комплект снаряжения. Если вы сплавляетесь не на каяке, а, например, на катамаране, рафте, покрафте, байдарке или чем-то таком, ваш комплект снаряжения будет отличаться, но общая идея примерно такая же. Просто внесите поправки на ваш тип судна и обзаведитесь этим снаряжением. Но помните, что возить это снаряжение с собой недостаточно. Нужно уметь им пользоваться. Для того, чтобы уметь им пользоваться, нужно практиковаться. Всем удачи на реках! Субтитры создавал DimaTorzok